МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До спортивных вершиня в областный центр Олимпийского резерва по паралимпийских и дефолимпийских видах спорта отримал новый микроавтобус. У знак поваги сегодня у Гумеля открыли обновленную мемориальную дошку Герою Советского Союза Рыгору Денисенко. А сейчас об этом и иншим больше подробно. На лечение пенсии, организация деятельности жилево-споживецких кооперативов, полеобщение жилевых умов, оснащение медицинских установ с участным обсталеванием. Старшиня Гомельского облвыкангама Геннадь Соловей сегодня провел у Мазыры промую телефонную линию и особистый прием грамадян. Наши корреспонденты ведают подробязности. По колькости насильства в регионе город Мазыр другие после Гумеля. Але значных проблем, які потребуют у мешалинства керунника в области, тут напылна не шмат. У селяким выпадку на сабистый прием до старшиня облвыкангама записалися 7 человек. Пришим некоторые из них проживаюць у Калинковицким районе. А про чатаго решение по значной часы агученных проблем проймалися ранее, на самом высокем узровне. Але люди спробуют вернуться до их знов. Яше 9 человек звернулися на промую телефонную линию. Пришим мы заранее не только агучывали просьбы, але и выказывали падяки. За оснащение установил адукации спортивным инвентаром и набыцё для районной детской больницы сучасного аппарата для ультрагуковых доследований. Его набыли за сродки, заробленные под час суботника. Одночасово за ГТШ-гроши для установы набыли аппарат для выявления порушений работы сердца и круглосуточного вымирения артериального тиску. Сегодня больница обслуговывает больше 27 тысяч детей и подлетков. Новое обстановление дозволит значительно повысить якость для чэння. Ранее у нас был аппарат среднего класса. В настоящее время мы приобрели аппарат высокого класса, который даёт возможность большего разрешения. Это видна картинка более лучшая. Это можно заподозрить какие-то мелкие нарушения, мелкие изменения. Это очень важно в правильной постановке диагноза и в дальнейшем лечении ребёнка. Ещё один звонок на прямую телефонную линию тыжаться развития творческих дольностей у школьников. У сувязи с аварийным станом, будинка, у Мазары закрыли центр творчести детей и молоди. Зараз занятки гордков проводятся у разных школах города, что вельми незручно. У минулого года центру передали былый будинок суда. И Мазыран вельми цикавит ход реконструкции. В текущем году мы в Мазыр вкладываем большие денежные средства для модернизации всех улиц и объектов. Поэтому до конца года мы постараемся это, конечно, максимально ускориться. Возьмём на контроль данное здание по ремонту и постараемся его сделать до конца года. Но позиция такая, чтобы сделать, мы планируем к дожинкам всё сделать, который будет в сентябре, в октябре месяце. Поэтому, по крайней мере, до первого ноября мы сделаем его. После завершения прямой телефонной линии наша здымочная группа наведала будинок, где будет находиться Мазырский центр творчести детей и молоди. Проект его реконструкции уже распространённый и находится на узгоднении. Некоторые ремонтные работы ведутся. После отримания усёня обходной документации, залы былых судовых посаджений переобстолюлись у помешканий для занятков танцами и проведения репетиций. Выхованцы центра з'являются удельниками усих проводимых у Мазыры святочных мероприемств. Работают на этом здании наши местные строительные организации. Осуществляется контроль УКСом, поскольку УКС является основным заказчиком. Ну и, конечно, мы тоже контролируем и районный исполнительный комитет. В здании пытаемся создать условия, которые нам необходимы для работы с детьми по разным направлениям. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра. Магистральный нафтопровод «Мазыр-3» часово на ремонте. Работы, которые начались на Пиар-Эда, не протягнутся до пятницы. И они життевляются на двух участках – 17 и 30 километрах. За ходом ремонта назирал Дмитрий Котов. Дефекты на двух участках нафтопровода были выявлены под шестой диагностики, проведенной в минулом годе. Ремонтные работы життевляются на трубе диаметром 700 миллиметров. Одной из трех, по яких отбывается транспортировка нафты у накерунку Польши. Замена секции робится на огульной протяглости у 40 метров. На гэтос потребуется 72 годины працы у режиме нон-стоп. Модернизация завершится у пятницу, 17-го студене. Надо было не перекачать соседний трубопровод, обеспечить герметичность освещенного участка, убрать загазованность для проведения сварочно-монтажной работы, чтобы была безопасность персонала и жающей среды. На данном этапе проходят уже монтажные работы, сварочно-монтажные работы. Сейчас работает бригада сварщиков. Все работы выполняются специалистами филиала ОПД «Смозрь» аварийного строительного службы. Как означали на предприемстве «Гомельтранснафтодружба», модернизация нафтопровода житявляется на постоянной основе. Летость до прикладу обновлена каля 50 километров магистрали. Стоит задача выяснить на 2-3% что-годовой замены труб. Разом с тем, окроме плановых ремонтных работ, не меньшим раз у 6 годов проходит диагностика техничного стану. Нафтопровод подвергается инспекции внутритрубными снарадами. 2019 год мы сделали 1300 километров диагностики. Вся протяженность, если брать «Дружбу», «Гомельтскую» именоведку, от Нечи до Польши, до Домова, 2000 километров в однониточном исполнении. Мы сделали 1300, это 65% протяженности. Из них только первая часть, 580 километров, есть сегодня отчетов технических о состоянии. И в этих отчетах сегодня уже диагностическая компания рекомендует нам выполнить вот такого рода ремонты, заменой именно секции, заменой участков в 16 случаях. Это сроки ремонта не более одного года. Об усих позаплановых работах на предприемстве загадя поведомляют российских партнеров. Так и было сделано в Снежне минулого года у относенных до проводимой зараз модернизации. Однако на транспортировку нафты до европейских споживцов гэта нияк не повплывая, не глядяши на снижение вытворчасти участка на 120 годин. Об гэтым свечать лишь бы. Номинально за сутки можно переправлять до 140 тысяч тонн. У месяц гэта больше за 4 миллионы. Уличываюши, что, звычайно, по нафтопроводзе накировается каля 3 миллионов тонн нафты, можно быть упэлненными, что предприемству хопить часу для завершения модернизации и интересы покупников не потерпять. До спортивных вершин на властном автобусе сегодня Гомельский областный центр Олимпийского резерва по паралимпийских и дефлимпийских видах спорта отримал ключи от нового Мерседеса. Транспортный сродок набытый за гроши, заробленный по выниках суместной доброчиной акции Министерства спорта и туризма, Паралимпийского комитета и компании А1 европейские забеги. Гомельский цар по паралимпийских и дефлимпийских видах спорта – одиная подобная установа в регионах. Створено некольких годов тому, центр уже зараз демонструя высокие выники. Выхованцы привозят медали с чемпионатов света и Европы дефлимпийских гуньев. На 11 отделениях тут займаются 185 человек. Мобильность – это главное, что даст заявление у автопарку микроавтобуса. Для людей с инвалидностью это очень важный фактор. Доставлять спортсменов до места тренировок из поборництва станет легче. Инфраструктура нашего города не всегда и не везде позволяет людям беспрепятственно выйти из дома общественным транспортом, доехать до центра и здесь уже заниматься. Вот этот микроавтобус, он позволит в будущем именно тем людям, которые нуждаются в этом, наладить их системную тренировку в связи с подвозом их на спортивные объекты. Транспортировка, скажем так, колясок, инвентаря, то есть, ну, это не так просто. Вот, имея такой автобус, имея компактность, мобильность и доступность, вот, он сделает свое дело. Даревши керавництва Центра Олимпийского резерва мая намерна полную моцвыкористовывать новые макчимостей, уже навод продумывая маршруты у темлику замяжу. Першей кропкой, куды отправится новый автобус, может стать чемпионат Европы по легкой атлетице. Обновленную мемориальную дошку герою Советского Союза Рыгору Денисенко открыли сегодня у Гомеля. Она усталявана на доме номер 38 по улице Советской, где наш знакомитый земляк жив на протягу 55-ти годов. У церемонии открытия приняли удел представники городских уладов, громадских организаций, молодь, а так само родная и сябрыры Гора Кирилловича. У першыню памятную дошку на этом будинку усталявали угод смерти гонорового летчика у Збройных сил Беларуси. За инициативой «Одновить памятный знак» до администрации Центрального района звернулся его коллега Михаил Игнаценко. Эту идею поднимали спонсоры, а белорусские скульпторы Сергей Галуза увасобил у життё. Сделали хорошую достойную доску, достойному человеку. Память жива Анне Денисенко Григория Кирилловича. Это и почётный гражданин города Гомеля, и в Омельской области, и почётный военный лётчик вооружённых сил Республики Беларусь, герой Советского Союза. Был первым председателем областного совета ветеранов, когда советы ветеранов только организовывались. Трудился до самого конца. Штурман боевой эскадриллер Игор Денисенко подчас войны зарабил Омель 200 боевых вылетов, изнизил больше, как 20 вооружих самолётов, 47 танков, 3 чугуночные составы и множество иншей техники. В 1946 году ему присвоено звание Героя Советского Союза. И он так само узнагороджен орденом Александра Невского, четырмя орденами Айчыной войны первой ступени, белорусской узнагородой за службу Радиме и украинской за заслуги. Советского района, Совета ветеранов и громадских объединений. Эту деликатную женщину с оправдой можно назвать мужной. Она прожила долгое и складанное житё. Нина Саученко народилась в 1920 году в вёсты Тарасовка-Ветковского района. Как допомогти батькам, в 12 годах пошла працовать. У пошука хлебших умов семья переехала на Украину, але худка вернулась на родиму. Потом почалася война, подчас якой Нина сустрела своего будущего мужа. Ее одиная дачка Людмила народилась в 1944 году. Гадавать девчонку Нине пришлось самостоянно. Батька худка покинул семью. Капы вырастить дачку, мать бралася за любую працу. Улатковывалася прибиральщицей на чугунцы, працавала грушиком за тем швачкой на Берлизновой базе. Отримала звание ветра на праце и пошла на пенсию. Сегодня Нина Паловна живе у великой семьи с дачкой, внуками и правнуками, которые слушают за здоровьем бабули и клопотятся про ЯЕ. Студентская науково-доследшая лаборатория флора и рослинности ГДУ Мяфранциска Скарины стала уладальником гранту специального фонда президента Республики Беларусь. Над чем працуют студенты и как будут реализованы отриманные сродки, доведалися наши корреспонденты. Студентская науково-доследшая лаборатория объедновывая в опытных доследчиков и молодое поколение будущих биологов. Головная мета – притягнуть молодь до доследований у галине рационального выкористания флоры и рослинности белорусского полисия. Сюда приходят те, кто захопленный наукой и хочет займаться доследованиями. Он занимался изучением лишайников, их видовым разнообразием. Собирали образцы, определяли их в лаборатории, составляли списки, находили очень редкие виды для нашей страны. Это всегда интересно, когда находишь что-то, что для тебя на душевном уровне равноценно найти кусочек золота среди камней, например. Любой студент может смело идти сюда, и у него будет с чего начать. Будут преподаватели, которые его наставят на верный путь, которые, если что-то где-то подскажут и так далее. Здесь, как ученые, можно развиться в дальнейшем с большими перспективами. Удельники лаборатории не однойче перемогали у международных конкурсах науковых работ и Республиканским конкурсе профессийного майстерства WorldSkills Беларусь. Доследования находили применение у научного процесса не только университета, а и школ Гомеля и Житковича. Однако, выкористовывать отриманные выники махчимо больше широко. Алена Новикова и Алина Горбатенко працуют над доследованием водорослей, которые могли бы стать органичным удобрением для выросшивания огороднины. Уже исходя из нынешних исследований, можно сказать, что действительно водоросли хорошо влияют на прорастание различных овощных культур, что является действительно актуальным на будущее, что можно их использовать как удобрение. Если наши работы, в принципе, найдут себя в будущем, как в применении в хозяйстве, то вполне себе почему не вырастить, например, что-нибудь самому при помощи наших удобрений. И заниматься, выращивать огурцы с помидорами и другими овощами. Керой студентской навуково-доследчей лаборатории и кандидат биологичных навук, доцент кафедры ботаники и физиологии рослин Андрей Цуреков. В осенью он побывал на стажировце у одной из наистарейших навучальных установ Скандинавии – Лундском университете. Молодые учены упевнены, что немогчим операционить значение материально-технической базы. Наверное, ее поляпшение и будут выдаткованы сродки гранта специального фонда президента – больше, как 70 тысяч рублей. Мы активно изучаем флору белорусского полесия, работаем с растительной клеткой, изучаем биологическое разнообразие и пути его сохранения. Хотелось бы выразить благодарность президентскому фонду за поддержку, благодаря которой мы оснастим нашу лабораторию оборудованием для генетического анализа. Это позволит вывести исследования ребят на совершенно новый качественный уровень, они очень целеустремленные и данное оборудование поможет наиболее полно раскрыться их потенциалу. Дякуючи модернизации, молодые навуковцы смогут працавать с усветными базами дадзиных генетичной информации и отримливать уласные известки. Вероника Гамзюкова, Сергей Нігеревич, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершены. Дякую за увагу. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале Белару-4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле заминировали больницу. Звонок в милицию поступил накануне около 15 часов. Мужчина сообщил, что в хозяйственной части медучреждения заложена бомба. Сотрудники милиции быстро вычислили человека, который оставил тревожное сообщение. Им оказался 58-летний пациент той самой больницы, о минировании которой он сообщил. Телефонного террориста задержали. Его действием будет дана правовая оценка. Саперы при помощи служебной собаки осмотрели помещение медучреждения, но взрывных устройств и опасных предметов не обнаружили. Пьяная езда довела до больницы 46-летнего мужчину в Ветковском районе. Он не справился с управлением своего Фольксвагена и съехал в Кювет. ДТП произошло на автодороге Светиловичи Новое Залядье. Водитель выехал навстречу, затем в левый по ходу движения Кювет, где и опрокинулся. В результате полученных травм пострадавший был госпитализирован. По предварительной оценке мужчина находился в нетрезвом состоянии и, как сообщили инспекторы, попытка управлять машиной под шофе, в списке его нарушений уже не первая. Нетрезвая за рулем январская беда очередного пьяного Шумахера задержали инспекторы Мозырьского района. Мужчина на угнанной машине устроил опасную погоню по населенным пунктам. Старый Фольксваген то и дело петлял из стороны в сторону, поэтому сотрудники ГАЭ решили преследовать нарушителя на низкой скорости, чтобы не создавать опасности для жителей деревень. И такая тактика сработала. На пустынной дороге машину занесло, и она съехала в кювет. Автомобильнарушитель угнал у родного брата после застолья. Мужчины отмечали приезд дальнего родственника. Для этого один из братьев приехал в Мозырь на своем автомобиле. А когда поутру его не обнаружил, обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело. В Гомеле для направления в суд прокурору передано уголовное дело застройщика таунхаусов, который задолжал владельцам квартир и юридическим лицам около 2 миллионов рублей. Несколько лет назад обвиняемый организовал на улице Луговой строительство элитного жилья. Рассказывал людям сказки о том, какой он успешный бизнесмен и брал у них заемные средства на строительство объектов. Вовлек свой бизнес родственников и юридических лиц. Но когда по счетам пришлось платить, а строительство забуксовало, скрылся в России. Беглеца задержали в Подмосковной области и экстрадировали. В общей сложности мужчина обманул 28 граждан и несколько фирм. Часть ущерба возмещена. На имущество обвиняемого наложен арест. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де Факто. И оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Турции стартовал представительный международный турнир по боксу в числе участников и белорусы. В составе нашей команды в Стамбул отправились и гомельчане. В состязаниях мужчин за награды будет бороться Владислав Смягликов, у девушек Галина Бруевич. Финальные поединки турнира состоятся 18 января. В зале бокса областного центра Олимпийского резерва «Единоборств» проходит первенство области по боксу. Состязаются юноши и девушки в возрасте 18 лет и моложе. Всего более 60 спортсменов. Региональный турнир – это главный этап отбора на первенство республики, которая 26 января стартует в Молодечно. По итогам уже этого старта будет формироваться состав команды, которая отправится на первенство Европы. Гомельские боксеры в числе реальных претендентов на путевки на континентальное первенство. У нас в каждом весе есть достаточно сильные ребята. Несколько у нас уже ребят здесь ездили на Европу. 52, Каревский Александр, он уже три раза участвовал на Европе. Также у нас есть хорошие ребята в 75 килограмм. Также Симаков Егор, он уже участвовал на Европе. В принципе, почти во всех весах уже достойные ребята есть. Финальные поединки первенства области состоятся завтра. Начало в 11.00. Гомельчане в числе победителей рождественских встреч. В Бресте завершился 25-й открытый республиканский турнир по стрельбе из лука. Воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта завоевали шесть наград. Три из них высшего достоинства. В состязаниях юниоров золото у Никиты Дубровского, бронза у Евгения Смольского. Сильнейшим у юношей стал Артем Малаев. На втором месте расположился Филипп Курленко. В соревнованиях смешанных пару гомельских лучников две награды золота у Никиты Акулина, а серебро у Алины Малаевой. Футболисты Гомельского локомотива начали подготовку к новому сезону. Команда вышла из отпуска. Две недели железнодорожники будут тренироваться в зале. После перейдут на синтетическое покрытие. Первый спарринг запланирован на 2 февраля. А соперник – Мозырская славя. Поединок состоится в Гомеле. Напомню, что в минувшем сезоне локомотив занял 4 место в первой лиге чемпионата Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова